На первый взгляд это самый обычный класс в одной из одесских школ, но среди 20 первоклашек есть дети с задержкой в развитии. Тут их двое. Внешне эти школьники ничем не отличаются от одноклассников, только очень часто отвлекаются во время уроков. Поэтому рядом с ними сидит тьютор, помощник учителя. Такие классы называют инклюзивными, в них работают обычные преподаватели, которые прошли специальные курсы. Также за особенными школьниками закреплены логопед и психолог, которые в нужную минуту готовы прийти на помощь. Педагоги говорят, для них это новый опыт. Я первый год работаю в таком классе, это для меня даже, как для учителя эксперимент. И я очень удивлена и приятно удивлена, потому что я вижу, что дети с улыбкой прибегают в школу, даже они не хотят отсюда уходить. И они с улыбкой уходят отсюда, у них есть уже друзья появились. Такие классы есть в семи школах Одессы. Тут обучают детей с задержкой в развитии. Восьмилетний Максим учится как раз в специальном заведении. Когда вырастет, хочет стать пожарным. Больше всего мальчик любит считать и читать. У Максима слабая степень задержки развития. Он легко может учиться в инклюзивном классе. Министр образования и науки Украины считает, изменения помогут особенным детям лучше социализироваться. Выявляется ступень цієї проблемы, яка є у дитини. Якщо це є легка відсталість, то с таким ступенем можна йти в звичайну школу. А не потрібно таких дітей долучати в специальний заклад, де їхня проблема може тільки навпаки поглибитися. А вот одесские чиновники считают решение Министерства образования и науки преждевременным. Говорят, в большинстве школ нет соответствующих условий, не хватает специалистов. До сих пор по всей Украине существовало всего полсотни заведений с инклюзивными классами. В основном там обучаются дети с нарушениями слуха. С ними регулярно работают логопеды и сурдоврачи. В нашем Болонском районе садочек, який набирает так само на залоги, як у нас сниженный слух. И с ними у нас співпраця. Тобто дітки у них йдуть в садочек, навчаються. И мы автоматично из наступности, из садочка забираем до першого класса. Это далеко не единственное изменение. В рамках реформы в Министерстве издали новую хрестоматию для начальных классов. В нее вошли произведения 40 современных украинских писателей. Кроме того, у всех основных учебников появится электронная версия. Эксперты уже успели сказать, что инновации могут ухудшить зрение. Но врачи утверждают, электронные книги, наоборот, помогут уберечь детское здоровье. Каждый школьник сможет сам настроить гаджет как можно удобнее. В цифровом носителе даже есть свои плюсы. Как для деток, у которых снижено зрение, так и для обычных деток с хорошим зрением. С чем это связано? С тем, что можно регулировать шрифт, размер шрифта. То есть детки, которые плохо видят в печатной литературе, увеличить шрифт не могут. Поэтому они могут увеличить и спокойно себе учиться, не напрягая зрение. Также в рамках реформы все школы снова планируют перевести на 12-летнюю систему обучения. Такие изменения уже пытались внедрить в 2001-м, но тогда сами авторы отозвали законопроект. Теперь после 9-го класса ученики сами смогут выбирать профильные предметы для углубленного изучения. Треть учителей собираются уволить, остальных отправить на курсы и повышение квалификации. Педагоги говорят, морально к 12-летней системе они давно готовы, а вот материально нет. Нам нужно искать учителей, потому что это увеличивается количество учителей, увеличивается количество помещений, которые будут задеяны в школе. Это больше связано с какими-то материальными вытратами, с обеспечением кадров. Тут тоже должна быть держава над этим подумать. Со следующего года учебных заведений в стране станет больше. В каждом селе обещают открыть начальную школу, а все районы, даже где-то в глубинке, получат классы по физике и химии со всем необходимым оборудованием. Виталий Милевич, Ксения Барвиненко, Тамара Дмитренко. Первый городской.